На поддержание обороноспособности армии мы не жалеем средств, но каждый выделенный рубль должен быть использован разумно, по-хозяйски. Принципиальнейшее жесткое требование. Ну, давайте откровенно, мы тогда, когда у вас были в центре стратегического планирования, ну вы помните, как мы замахнулись, мы то купим и там миллиарды. Мы сейчас посмотрели и видим, что нам надо менять позицию, нам столько и такого оружия, которое мы хотели иметь, не нужно. Что нужно иметь, я только что об этом говорил, исходя из наших возможностей и исходя из тех условий, в которых нам придется воевать. Мы не собираемся ни на кого нападать. И это не Сирия, это не Ирак, это не открытая местность пустыня, а лесисто-болотистая местность, как часто военные называли эту территорию. Да, белорусские территории сильно изменились после последней войны, но тем не менее добра, как леса и болот, рек, а это препятствие для любой армии, особенно агрессора, у нас этого добра хватает. Поэтому хочу услышать от присутствующих, какие основные направления оснащения вооруженных сил предусмотрены гособоронзаказом в текущем году и насколько это соответствует тому, о чем я только что говорил. Как идет разработка перспективных образцов вооружения, прежде всего ракетного. Я, премьер-министр, ставил соответствующую задачу после последней встречи на Дальнем Востоке с президентом России. Мы договорились однозначно, вот Путин, Рогозин, Лукашенко, кто там у нас еще, были люди, которые занимаются ракетным производством России, чтобы они посмотрели на наши разработки. Мы ведь создаем новую ракету. Ракету очень эффективную, образца Искандера. Примерно. И полная была поддержка. При мне президент поставил задачу Дмитрию Рогозину немедленно оказать поддержку, чтобы мы не создавали велосипед, чтобы мы могли задействовать опыт разработчиков, ракетчиков Российской Федерации, которые делали этот Искандер. Это молодые ребята. Редактор субтитров А.Семкин